Я умру для мира Радуйся, свет, неизреченно родившая. Эти слова мы обращаем к Деве Марии, почитая ее истинной Матерью, Бога воплоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мысленно перелистывая Евангелие, мы вспомним свидетельство самого Спасителя. Аз есмь свет, веруйте в свет, и чада света будете. Итак, Матерь Божья неизреченно, сохранив неповрежденными ключи Девства, родила Бога человека. Которая есть по удостоверению библейских пророков свет вели, великий свет, пришедший в этот мир. Стало быть, чрез нее этот свет премудрости, разума, чистоты и любви вошел в наш сумрачный мир. И мы, грешные люди, сидящие в отме и сене смертной, увидели свет свет великий свет великий свет. Вот почему почитание Богородицы по заветам Матери Церкви совершенно необходимо тем, кто хочет быть истинными чадами света. И если мы обращаемся к ней со смирением в мыслях, с сокрушением сердца, если приносим ей ежедневно архангельское радование со словами «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою», то незаметно, не с соблюдением, как написано в церковнославянском тексте Евангелия, свет божественной благодати начинает пребывать, распространяться, заполнять недра нашей бессмертной души. И действительно, в Таинстве Крещения, получив искру божественной благодати, мы никогда не должны забывать о том, что с момента нашего рождения в жизнь вечную все без исключения православные христиане стали причастниками невечернего божественного света, энергии, благодати Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но этот свет не должен в нас погаснуть. Нам нельзя страшно, проявив небрежение о щедротах и милостях Бога Небесного, этот светильник спрятать под спуд, заглушить в себе действия Духа Святого нераскаянными грехами, образом мысли и образом жизни, несоответствующими заповедям Божьим. Радуйся, свет неизреченно рожащая. Обращаясь к ней, как к Матери Света, мы призваны сообразовывать с евангельскими заповедями не только наши внешние деяния и поступки, но даже и чувства, слова, намерения, побуждения. Если кто хочет, чтобы в душе его сиял Божественный свет, о котором Христос Спаситель так ясно говорит, да просветится свет ваш предчеловеке, пред людьми, чтобы, видя благие дела ваши, прославляли люди Отца вашего Небесного. Мы призваны подражать Пречистой Марии Богородице. Каким образом? А вот каким. Она за всю жизнь никого не обидела, никого не осудила, никогда не оставалась в праздности, бездеятельности, но как пчелка всегда трудилась, созидая вокруг себя порядок, красоту и чистоту. Она всегда своим милостивым сердцем жалела, любила людей, проявляя к ним сочувствие и сострадание. Но самое главное, никогда, будучи на людях или находясь в уединении, Мария, Дева, не оставляла главного подвига своей жизни. Она никогда не расставалась с молитвой. Ее ум, воля, чувства, душа и тело всегда устремлены к ее возлюбленному Сыну и Богу нашему. Вот и для нас тем проводником, по которому бежит божественный свет и льется в душу золотой нитью спасения, является молитва. Особенно та, которая призывает имя Господа Иисуса Христа. Хотите научиться подражать Матери Божией в боголюбии, человеколюбии, смирении, терпении, рассудительности, целомудрии, мире, радовании, любви. Запечатлейте в уме и сердце имя сладчайшего Искупителя. И на всякое время, во всяком месте будем в тайне нашего Духа призывать Христа, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, помилуй нас, Иисусе Христе, Богородицею, помилуй нас. Так или иначе, но вкладывая в ум каждое слово молитвы, мы со временем почувствуем, что она, молитва, хранит нас от умножения грехов. Имя Иисуса Христа, как свидетельствует Симеон, новый богослов, святоносно. Оно является линзой, через которую божественная благодать льется в верующую, благоговейно молящуюся душу. И если нам удастся побороться с несчастной привычкой мечтать и суетиться в уме своем, если мы постараемся подчинить всю нашу жизнь и уложить ее в русло тайной молитвы, то свет премудрости и разума, смирения и кротости, мужества и силы будет все более и более заметной степени осенять душу Христова ученика. Один древний святой Киево-Печерской Лавры, находясь в уединении долгие годы, молился с плачем Богородицы, Матерь Божия, изведи из темницы душу мою, Иисусе свете незаходимой просвети и помилуй мя. Бог даровал ему всегдашнее сердечное сокрушение, внешним выражением которого были невидимые миру слезы. Господь утешил своего подвижника, который больше всего боялся осуждать людей, но, плача о себе, плакал и о погибающем человечестве, дивным утешением в его каменной келье, пещере, сохранившейся в Лавре до сих пор, зажглась невидимым Божьим перстом нерукотворенная лампада. Так что и вечерами, и утром всегда из его кельи исходил чудесный, мягкий, божественный свет, видеть который сподоблялись некоторые из его духовных соратников. То же самое рассказывает и о преподобном Иове Почаевском. Посещая его знаменитую Лавру, паломники стремятся забраться в ту каменную пещерку, где он, уединившись, свершал свой молитвенный подвиг. И из летописи обители мы узнаем, что божественный свет, источником которого было сердце преподобного, обрученное Христу, иногда исходил из этой пещерки и озарял окружающее пространство. Но размышляя о божественном несотворенном свете благодати, убоимся дьявольского обольщения, которое становится уделом людей гордых, самолюбивых, забывающих о подлинном духе христианской веры, а дух этот выражен в едином слове покаяния, искать которого, молить о котором мы призваны Господа Бога ежечасно. И церковная история не зря свидетельствует нам о десятках ревнителей не по-разному, которые приняли за божественное просвещение явление лукавых духов. А ведь по строгому предупреждению апостола Павла и дьявол может преобразоваться в ангела света. Вот почему молясь Богородице радуйся свет неизреченный родшее родившее. Мы всегда как малые дети будем стараться преподать к ее стопам держаться говоря образно за ее подол ни о чем не просить ничего не желать ничего не требовать кроме единого Божия очисти меня грешного Божия милости буди мне грешному Господи Иисусе Христе Сыне Божий молитвами Богородицы помилуй мя грешного и этот неизреченный свет осенит нас так что мы того и не заметим и того не разумеем потому что первые лучи этого света суть помыслы смирения скромности кротости самоукорения помыслы терпения долготерпения благодарения безграничного доверия божественному проведению это намерение всегда быть с Господом всегда исполнять Его Святой Закон и всегда величать Матерь Света которая неизреченно родила нам нашего Искупителя Иисуса Христа Аминь Просветляется Русь Пробуждается Вот уж небо над лесом светлей И душа чистотой напаяется Из прозрачных ладоней дождей Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров